привет мои любимые протестанты ну что ж вчера как вы наверно знаете произошло жесткое я бы сказал за все времена такое противостояние между местными жителями которые выступают за освобождение их него мэра или губернатора точно не помню его должности тот который в общем скорее все что мэра фургала который там кажется партии л.д.р. выиграл на местных выборах вот но данная партия является не кремлевской понятное дело что кремль хотел чтобы там выиграл ставленник именно кремля то есть стопроцентный хотя я честно говоря удивился что в регионах еще есть не стопроцентные ставленники кремля потому что обычно исполнительная власть в россии это поголовно та которая назначается именно партией единой партии россии можно так сказать вот потому что все остальные так называемого оппозиционные от кпрф до лдпр вот они фактически играют одну дудку с главной кремлевской партии единой россии и по сути для меня было большим таким удивлением что люди решили не менять шило на мыло вот вышли на протест но тем не менее ты их не права понятное дело так вот вчера прошло как два месяца с момента похищение как считают местные жители их него закона избранного мэра в москву вот где он был осужден и пребывает там заточение вчера люди суть в чем почему именно произошло задержание потому что люди попытались на местной площади хабаровске после марша на численного там многотысячный марш пошел но потом люди остались некоторые часть людей осталось на площади и решили в знак протеста то что типа власть их не слышит разместить значит палаточный небольшой городок ну как городок пару пару палаточек но как предполагают некоторые эксперты взбесила власть почему собственно силовики применили силу именно пару плакатов там видно особенно на телеканале сотовижн который транслировал это мероприятие там очень такие мощные кадры были вот девушка снимала это уже досталось и там были плакаты насчет того что призывали запад ввести думаете россияне призывали запад ввести против россии против кремля собственно говоря санкции был такой плакат вот и честно говоря когда я впервые этот плакат увидел для меня уже не было секретом что этих людей разгонят причем очень жестко кремль такого не прощает видели ли руководители кремля это видео видели ли этот плакат конкретно не известно но можно было сто процентов предвидеть что этот плакат именно эти плакаты будут именно причиной силового разгона собственно к людям выходил местный представитель там полиции без распознавательных знаков вот и группы несколько раз их предупредил в течение там десяти минут что если они не служат палатки вот то значит им в этом помогут ссылался на определенное постановление и так далее подобное но люди не уходили не уходили вот показательно было то что на момент появления уже самого омона и раз гвардии мужчин в на площади уменьшилось количество вот и даже журналистка сотовижен очень возмущена была тем что где же мужчины одни женщины остались а ну и собственно женщины как бы и отгребли в этом плане по полной программе конечно кадры были жуткие я видя то что было на майдане видя то что было в беларуси был крайне поражен тому цинизму с каким этих женщин тупо раскидывали по асфальту тянули в автозаке ну понятно что парни которые там попали под горячую руку их вообще там с ними как с тряпками вели себя правоохранительные органы вот и собственно говоря ну и к чему это потом привело конечно же вечером хабаровске снова собрались люди на протест их уже не разгоняли вечером а